Субтитры делал DimaTorzok 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 Вам предстоит каждый семестр, каждый год задавать математику, сначала будет высшая математика, потом будут такие ужасные слова, как статистика, эконометрика и так далее. Но вы не пугайтесь, все будет окей, со всем поможем. Сколько у вас бюджетных мест? Если этот вопрос не помогает, сколько контрактов стоит у вас? Про бюджетные места я сейчас смотрю вопрос. Опять-таки, согласно новому законодательству, все очень сложно. Бюджетные места формируются именно уже на стадии, когда студенты, точнее абитуриенты, подают документы. Зависит от того, сколько будет заявок. Если на нашу специальность, на наш факультет будет много заявок, соответственно, государство сделает выводы, что это будет требовано. Соответственно, тогда нужно брать большее количество бюджетных мест. Давай поговорим о 16-м году. Сколько было в 16-м? Ну, вот для примера. У меня есть группа из 26 человек, 23 бюджета и 3 контрактника. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, ты по контракте. Сколько стоит контракт? Контракт стоит за семестр. Сейчас, ориентировочно, если по старым годам смотреть, то 7,5 за семестр. Это, да, в 16-й год? Да-да. По сравнению с 15-м, контракт поднялся? Да, на 14-ю сумму. Там до 1000 рублей. А там, ну, закончится. Касательно цен. У нас в ДНУ есть такая традиция, что как ты заключил контракт, так на протяжении 4-х лет его фактикаешь. Это очень большой плюс, потому что в других вузах вы каждый год будете заключать новый контракт. И согласно инфляции, другим экономическим моментам, вы будете платить большую сумму. А у нас за 4 года будете всегда платить фиксированную сумму. Оп, общежитие. Кто-то из вас живет? К счастью или к сожалению, нет. Но знаете. Да, я, например, была там, у меня друзья. И, в принципе, там очень интересно, особенно служат в профессиональной жизни. У них, кстати, хорошие условия. Я бы не сказала, что самое ужасное. Как, кстати, например, могут рисовать это там. Поэтому, в принципе, там очень даже удивлено. У нашего факультета 5-е общежитие. И оно просто прислается в порядочности, с самыми хорошими условиями. Поэтому это еще один плюсик. Для, опять же, иногородних. Сколько добираться от общежития до корпуса? Ну, 5. Ты серьезно? Ты очень медленно ходишь. Не знаю, секунд 30. Ну, серьезно, там идти очень мало. Общежитие корпус находится в парке. И там, не знаю, на максимум метрах 300 до 20-60. Как на Культете проходит посвящение об студенты? У нас это проходит в американском стиле. То есть вот те вот все ужасные, страшные, веселые, задорные посвящения, которые вы видели в американских фильмах. Это все мы воплощаем в реальность. Поговорим много о вашем веселье, о задоре. Творческая жизнь на Культете присутствует? Не знаю. Она присутствует, да. Но, к сожалению, она, как я уже говорила ранее, в не очень большом объеме. То есть у нас есть два обязательных. Тут одна у нас актероприятия глобальных. Это день первокурсника и день рождения факультета. Расскажите о заочном отделении. Есть ли оно вообще и сколько бюджетов есть? Заочное отделение у нас имеется, к сожалению, только на менеджменте. Так как международные экономические отношения и туризм, мы считаем, что невозможно выучить на заочном отделении. Если даже не ошибаюсь, есть бюджетные места на менеджменте. Точно, я сейчас не могу разобрать количество, так как с года в год очень сильно варьирует этот показатель. Расскажите, пожалуйста, о дипломе, с которым вы выходите с вашего пути. Базируясь на нынешней законодательстве, у нас дипломы выдаются по трех специальностям. Это международные экономические отношения, менеджмент и туризм. Также главным преимуществом является то, что они дублируются на английский язык. Расскажите, пожалуйста, о возможностях трудоустройства. Ну, универ не занимается трудоустройством. Универ – это площадка для самореализации. Благодаря тому, что у нас на факультетах очень много контрактов, договоров с разными предприятиями, наши студенты могут проходить там стажировки, и, как правило, они потом задерживаются и начинают работать там. А теперь давайте подоперите от клиентов, расскажите им, почему именно они должны идти и обращаться. Ну, во-первых, у меня это очень много возможностей, а во-вторых, если вы хотите посвящения в американском стиле, тогда он именно к нам. А если хотите переехать за границу, то у меня ждет вас. Вот так вот. Мы надеемся, что концерт-чевик помог тебе, наш Дмитриев, сделать выбор. И если это ФМЕ, они рады, они ждут тебя. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok